Эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте! И прямо сейчас оперативно о главном, достоверно обо всем. Жизнь на земле глава Хакасии встретился с новоселами Аскизского района. Орудия преступления – гипноз и кости животных. В Хакасии разыскивают необычную мошенницу. Экстремальное садоводство дачникам республики пора высаживать виноград. Сегодня пассажирский поезд с сообщением Абакан-Красноярск через Ачинск отправился по маршруту в последний раз. Закрылась страница истории, которая насчитывает почти 90 лет. Надеялись на то, что этого не случится, жители 16 железнодорожных станций, в том числе и в Баградском районе, на станции СОН. Репортаж Алексей Гончаренко и Сергей Казмина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В его составе всего три вагона, но их ждут на каждой остановке. На станции СОН особенно. Она одна единственная на весь Баградский район, поэтому на поезд все спешат сюда. Соседник деревень с Пушного, с Большой Ирбы, с Баграда, с Карасука. Ну, все деревни не перечислишь, у нас район большой. Со всех деревень люди приезжают, садятся на наши станции на поезд. Альтернативы железнодорожному транспорту, говорят местные жители, не существует. Во всяком случае, пока. Хотя курсирует здесь и автобус, но весьма нерегулярно и предлагаемый автоперевозчиками сервис с точки зрения комфорта не идет ни в какое сравнение с железнодорожным, даже если взять в пример и некупейный вагон. А автобусы какие у нас? Все не ломается, так он может не прийти. А если мы сядем, три-четыре раза он ломается. С тремя пересадками вчера. До Баграда сначала доехала, потом с Баграда до Троицка, потом с Троицка уже на попутках только доехали до Амакана. Жители деревень, боясь остаться без транспортного сообщения со столичными городами республики и края, не говоря уже о малых населенных пунктах, связанных с железной дорогой, собрали подписи и направили обращение полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому. Запрос остался без ответа. А в федеральной пассажирской компании нам назвали причину решения отменить поезд. Перевозки слишком затратные, не окупаются. Но это не стало открытием для жителей железнодорожных станций. Пассажирские перевозки никогда не приносили прибыли. Никогда. Но они состояли на бюджете у государства. Нина Матвиенко рассказывает, что на поезд порой билета не достать. А от официальных лиц приходится слышать, что направление не востребовано. И это еще одна из причин закрыть маршрут. Мой сын ездит в Красноярск на сессию. В декабре, 23 ноября, он покупал билеты на 2 или 3 декабря. Билетов уже не было. С отменой поезда станционные жители теряют и еще один источник дохода. Неофициальный, но стабильный. Бабки ходили к поезду к пассажирскому, к красноярскому, к московскому. Носили картошку вареную, там обжаренный лук, там туда-сюда все. Запах был немоверный. Как выезжаешь на станцию, один запах. Какой-то доход был. Потому что было где продать. Местные жители еще помнят, как был оживленным пустующий, теперь большую часть времени, железнодорожный вокзал. В расписании значились три поезда. И до Абакана можно было добраться на любом из них. Поезда ходили и Кемерский, и Москва, и Красноярск ежедневно. Теперь последний рабочий поезд для народа Красноярский. Все, если отменят. Впрочем, московский поезд останется. Теперь уж точно на этом направлении последний. В домах к его приезду, вероятно, еще будут готовить драники. Почему-то именно они стали визитной карточкой станции и одним из любимых блюд транзитных пассажиров. Дальше вот едешь, допустим, на Москву, там кто-то в Тюмени рыбой продают рыбу. Ну, каждый город, как говорится, знаменит своими изделиями. А у нас вот это вот траники. Почему, не знаю. У Абакана останавливается поезд и летят все вот с такими этими овоськами. Поезд отменяют как раз в канун лета. Время увеличения пассажиропотока. В новом летнем расписании, которое вводится в действие с 26 мая, этот состав уже не значится. Почти как в известной песне. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. Вот только в отличие от песенного текста, когда каждому в лучшее верится, в действительности оптимизма меньше. Этот поезд ждали на 39 станциях от Абакана до Красноярска. Хакасия необходима финансовая помощь российского правительства, чтобы разрешить ситуацию с очередностью в детские сады. Депутаты Верховного Совета Хакасии подписали обращение к Дмитрию Медведеву. В нем парламентарии просят поддержки из центра. Дело в том, что по указу президента, республика, как и другие регионы России, к 2016 году должна полностью снять очередь в детские сады. Для этого в Хакасии нужно построить и отремонтировать 29 детских садов. Цена вопроса – полтора миллиарда рублей. При местном бюджете в оставшиеся два с половиной года сделать это невозможно. Между тем, нехватка мест в дошкольные учреждения – серьезная проблема для нашего региона. Открытие частных групп решает вопрос лишь отчасти. В очереди в детсады сегодня более 13 тысяч детей. Поэтому мы обращаемся к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы на условиях софинансирования для нашего субъекта выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Только тогда мы сможем исполнить указ президента. На сегодняшний день третий микрорайон села Аскиз – один из главных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Начиная с 2009 года здесь выделили больше 200 участков для индивидуального строительства. Среди собственников – молодые и многодетные семьи, инвалиды, участники боевых действий и простые сельчане. Постепенно усадьбы осваивались, но подключение к электричеству выявило большие проблемы. Строящиеся дома резко повысили нагрузку, с которой не справлялись действующие сети. Пришлось строить новые. 203 участка здесь сейчас мы готовы уже подключить к электроснабжению. 50 человек к нам уже обратились за подключением, поэтому остальных мы всех ждем. То, что касается реализации данного проекта, производился, что называется, ударными темпами. Люди участвовали как работники Хакас Энерго. Это аскизские энергетики, аскизские парни и подрядчик. Практически за два месяца удалось выстроить здесь вот эти сети. Один из владельцев новостройки, Василий Кучудежев, попал в программу молодых семей. Участок получил давно, но строиться начал, как взял кредит. Я брал потребительский кредит, Сбербанки, 507 тысяч. Уложился? Ну, уложился, вот на крышу еще не хватило. Однако для Василия Кучугешева, как и для других молодых специалистов, появилась альтернатива. Ее предложил Виктор Зимин. Мы родим что-нибудь наше Хакаское. Вот молодежь будем делать. Трезво понимаем, что вам и жить надо, и одеться надо, иначе жену потеряешь. А тут еще и Сабакана убежит, точно убежит. Будем что-то делать. Договорились? Специалист увидишь, услышишь там. Я думаю, где-нибудь за июль месяц что-нибудь проработаем для своей молодежи. На очереди в Аскизе еще один новый объект. 386 участков уже четвертого микрорайона. Здесь для молодых специалистов выделено больше 200 земельных наделов. Если программа льготного кандидования вступит в силу, то квартирный вопрос для молодежи будет решить намного реальнее. И сегодня же в Аскизе партия «Единая Россия» провела предварительное голосование. Так называемые «праймерис» дают возможность понять, кто из предполагаемых кандидатов найдет поддержку электората. Подготовка к предварительному голосованию была серьезной. Республиканское отделение партии провело тщательный отбор кандидатур на все посты будущих выборов. Напомним, 8 сентября в Хакасии пройдет масштабное голосование. В этом году мы избираем главу Хакасии, мэров нескольких городов и депутатов разных уровней. На праймерис в Аскизе пришло 138 выборщиков. Это представители всех слоев населения. Виктор Зимин, как один из претендентов на пост главы республики, рассказал о партийных проектах, их реализации и ответил на вопросы. В частности, он заявил, что проблема возрождения малых сел – приоритетная задача как для «Единой России», так и для правительства Хакасии. Я, земляки, гарантирую вам, что я уже указания правительству дал. Ни в коем случае те, которые вошли в 21 поселение, мы взяли в этом году. Я на какие-то помню. 21. Команда дана все равно. По всем поселениям, особенно малым, 76 у нас в Хакасии. Программа экономического воздействия должна сработать уже в этом году. Те выплаты, которые пойдут с июля, уже 500 рублей за корову в месяц, то есть 6 тысяч в год на выплаты, они будут уже действовать по всем поселениям. И дороги, и те снабжения лекарствами, вот эти программы все будут работать. Весной на карте Хакасии были отмечены около 10 самых проблемных участков для прохождения половодия. Чтобы устранить опасность, из республиканского бюджета было выделено более 50 миллионов рублей. Работы начались во всех районах, в том числе и в Аскиском, возле села Берегчуль. Здесь возводят дамбу. Наша съемочная группа побывала в селе незадолго до визита руководства республики. На берегу реки Аскис Валерий Гертнер живет больше 20 лет. Но только в последние годы, жалуется, наледевая проблема стала такой острой. Зимой русло перемерзает до дна, вода идет верхом, заливая огороды, подтапливая сарай и подвалы домов. Нынче пришлось даже вводить режим ЧАЭС, привлекать тяжелую технику. Дамба может решить эту проблему навсегда, поэтому за ходом работ местные жители следят пристально. Делают качественно, очень хорошо, мне понравилось. Сейчас засыпают, грунт выбрали, эту республику все выбрали и новым засыпают. Вот сейчас скальниками идут боковые эти. В общем, мне нравится, как они работают. 700-метровая дамба на стадии завершения, как и работы на участке по ручью Ю-Ю, который тоже регулярно портил берегчульцам жизнь. Эти кадры мы снимали всего 4 месяца назад. До перекрытия моста налить не дошло всего полметра. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Русло этой небольшой мелководной речки Ю-Ю очистили на протяжении полутора километров. Примерно на метр углубили дно. Теперь вода будет проходить свободно. Русло перестанет перемерзать, а жители близлежащих домов жаловаться. Изменится в ближайшее время ситуация для тех, чьи дома в бассейне реки Берегчуль. В общем, проект стоимостью в 16 миллионов должен полностью решить налегивую проблему села. Большой объем по протяженности Берегчуль нам надо пройти. Там 2 километра 400 метров получается. Ю-Ю полтора километра. То есть объем приличный. Единственное, что затруденность, конечно, там местами приходится проходить через лес. То есть для такой техники там просто мало места. И вот приходится как-то ухищряться, как-то что-то все делать. Ну, тем не менее, справляемся. Работы идут строго по графику. Завершить их планируется к началу лета. У животных ЗАО Первомайская в Баградском районе подозревают опасное заболевание – лептоспироз. В хозяйстве госветинспекции введен карантин. Сегодня в Первомайском запрещен вывоз животных на продажу. Скот не допускают к открытым водоемам. Проводится принудительная вакцинация. Для справки, лептоспироз – это инфекция, которая поражает диких домашних животных и человека. В организм она попадает через незначительные повреждения кожи, слизистые оболочки полости рта, носа, глаз, желудочно-кишечного тракта. Болезнь поражает почки, у некоторых развивается желтуха. В Хакасии орудует мошенница-гипнотизерша. От ее действий уже пострадала жительница поселка Шира. После непродолжительного разговора она сама отдала неизвестные золотые украшения. Как это произошло, она не помнит. Примечательно лишь, что после того, как гипноз со слов женщины перестал действовать, в ее руке остался фрагмент кости челюсти неизвестного животного. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Ведется розыск преступницы. По бокам не обнаружен подпольный цех по производству выпечки. Его выявили в ходе рейда сотрудники уголовного розыска. В небольшом помещении на складской 15 нелегалы занимались изготовлением самсы, чебуреков, лепешек и других хлебобулочных изделий. Повара и технологи, всего пять человек, жили здесь же. Согласно найденным на кухне документам, данной выпечкой цех обеспечивал десятки магазинов города. Данная продукция поставлялась в различные магазины. К примеру, Власка. Власка номер один. Тавим. Владимирский. Держава. Еще раз держава. Околица. Еще раз околица. Сударушка. Обнаружен подпольный цех по изготовлению выпечки лицами, выходцами из Средней Азии, не имеющими санитарных книжек, разрешения на работу и право пребывания в Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска совместно с УФМС России по Абакану и Роспотребнадзором проводится проверка. Дожди и довольно прохладная погода не повод откладывать, например, высадку винограда. Многие сорта этого растения морзостойкие, так что сибирский климат только закаляет лозу. Так считает садовод Юрий Добродомов. Он рассказал, как правильно ухаживать за пока еще экзотикой для огородов Хакасси. В садовой коллекции Юрия Добродомова больше полусотни сортов винограда. Дачник не боится экспериментировать с растениями. К примеру, ряд видов оставляет зимовать на корню на улице. Загадку Шарова Юрий Евгеньевич утеплял в морозы лишь немного. А вот винный сорт стоял практически открытым. Видно, что почечка живая. Но так как ему сделали экстремальные стрессы, он попозже начнет раскрываться. Закаленная лоза лучше плодоносит. Подтверждение этому богатый урожай сочных ягод каждый год. Эти саженцы винограда тоже экспериментальный материал. Их Юрий Добродомов в холода держал в погребе. Сегодня уже пора высаживать в грунт. Лунки дачник подготовил с осенью, удобрил землю. Тот саженец, который в ведре зимовал два года и отрастил длинные корни, нужно сразу после опускания в лунку обильно залить водой и уже в ней аккуратно руками расправить корневую систему. Только так можно сохранить её в целостности. Осталось добавить земли, вновь полить растения, обрезать ветки между почками. А этот саженец совсем молодой, корни ещё короткие, поэтому его нужно высаживать в грунт по другому принципу. Разместить на земляной бугорок воды добавлять не стоит. Раздвигаем, чтобы ему равномерно корневая система питательного вещества собирала. Теперь нужно засыпать лунку и хорошо полить растения. Золу насыпать. Для винограда эта зола – это очень даже хорошее. Тут много микроэлементов и особенно калия. Зола должна быть древесной. Кстати, этот сорт винограда Юрий Добродомов будет выращивать впервые. По рассказам знакомых, ягоды будут чёрными, гроздья весом до килограмма. Правда, урожая придётся год подождать. Не забывает Юрий Евгеньевич и о других садовых питомцах – плодовых деревьях, кустарниках, в том числе о малине и об этой экзотической для Сибири сакуре. Она привита на вишню. Более того, в этом году дачник планирует впервые высадить персик. Садово-огородными работами сегодня занимаются не только дачники. Полсотни новых деревьев появились сегодня во дворах двух черногорских многоэтажек. На субботник вместе с жителями домов вышли представители партии «Патриоты России». По замыслу участников акции, новые берёзы, рябины и липы, когда подрастут, заменят старые тополя, которые вызывают немало нареканий у горожан. В апреле в местном отделении «Патриотов России» принимали заявки от домкомов на озеленение территорий. Приобрели в Абаканском питомнике молодые деревца, а высаживать решили в мае. Это самое идеальное время, деревья хорошо приживаются. Этот субботник – второй по счёту и не последний. Всего будет благоустроено шесть дворов. В первую очередь мы отрабатывали вопрос со старшими домов, со старшими кварталов. С ними решали вопрос, кому нужно проводить эти работы и чисто от этого исходить. Пока те заявки, которые к нам поступили, мы их выполним. А у меня к этому часу всё. Смотрите нас и на сайте вестихакасия.рф. Не пропустите главного. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok